Новочебоксарск принимает чемпионат России по пара-бадминтону. Сегодня в спортивном комплексе начались игры среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В течение трех дней за титул чемпиона страны будут бороться 80 спортсменов из 18 регионов России, в том числе и 9 спортсменов Чувашской Республики. Соревнования личные, парные и смешанные в парных разрядах в нескольких классах в зависимости от тяжести заболевания, о котором здесь никто не говорит. Все участники – самые настоящие спортсмены, которые преодолевая трудности идут к победе. Подвижная очень игра, очень активная, позволяет развить высшую массу, чтобы не просто сидеть, а руками двигать. Очень полезно. Раньше марафон бегал и на местных соревнованиях участвовал. Всероссийские соревнования первые раз. С настроем победить. И одну игру я победил. Участницы из Санкт-Петербурга в Чувашии уже не первый раз. На корте всегда красивые, уверенные в своих силах. Начинала с нуля и уже есть какие-то результаты. Были первые соревнования, Кубок России здесь проходило тоже. Там у меня была и бронза, в одиночке и в паре. Какой-то я, например, вам нравится больше пара, миксы или одиночка? Ну, одиночка уверена в себе. Ты сам за себя отвечаешь. А в паре, там больше азарта. Потому что ты и на парень на тебя надеется, и ты друг друга морально поддерживают, когда там кричат, там давай-давай. И вот это самое такое, как бы адреналин. Мы поддерживаем все, что говорила Наталья. Ну, о себе могу сказать, что я третий год уже, третий раз на чемпионате России. Вот, естественно, есть какие-то достижения. Я кандидат в мастера спорта. А бронза у меня на России. Владимир Николаев из Чувашии занимается бадминтоном больше пяти лет. Стал чемпионом России в этом виде спорта. На этих соревнованиях он тоже взял курс на победу. Нужна точность, то есть, как меньше ошибок создавать. И, естественно, смотреть, что делает соперник. То есть, всю эту картину видеть надо полностью. Да, все, в принципе, передвижение, удар. Ну, все, тут все тонкости. Это такой вид спорта, что тут нужна и сила, и скорость. Кроме победы, больше не туда. Кроме наград, спортсмены разыграют путевку в сборную команду России 2019. Здесь же назовут кандидатов на участие в чемпионате Европы, который пройдет в октябре во Франции. Также по итогам соревнований пройдет отбор в сборную команду России для участия в Паралимпийских играх 2020 в Токио. Желаем победы! Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Продолжение следует...